Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я рада, что я наконец-то записываю для вас это долгожданное видео, о котором вы просили уже давным-давно. И это разбор внеска для сталого опыта. То есть, если вы хотите получить карту сталого опыта, то сегодня мы разберем с вами, как заполнить внесок, на какие нужно пункты обратить внимание свое. Также я вам оставлю в инфобоксе список документов, которые нужно предоставить для сталого опыта. Не забывайте тот момент, что в каждом воеводстве есть свои правила. В одном воеводстве нужно подавать один внесок на сталый опыта, а, например, в Гданске нужно подавать два внеска. Поэтому перед тем, как вы будете копировать эти внески, точнее, либо добавлять их к списку ваших документов, к пакету целому документов, то зайдите на официальный сайт вашего воеводства и посмотрите, сколько внесков нужно подать для того, чтобы оформить сталый опыта. Еще одним нюансом и моментом хочу вам сказать и поделиться с вами. Неважно, подаетесь вы на сталый побыт, либо же на часовый побыт, то сейчас во многих воеводствах открыта онлайн регистрация внеска, и после этого вы можете его распечатать. Что же это дает? Это не дает право вам отправить онлайн внесок сразу же по электронной подписью, с помощью электронной подписью в ужин по делам иностранцев. Нет, к сожалению. Но вы можете онлайн заполнить внесок, виртуальный такой внесок, в конце сохранить его и загрузить себе на рабочий стол. После этого просто распечатать и подписать его. Одним из плюсов этого всего каждому внеску дается свой номер. В конце, точнее, когда вы смотрите на сам этот внесок, то здесь в левом углу, в нижнем левом углу вместо страниц еще есть написаны цифры. В Гданске это четырехзначные цифры, например, 6509. И такой внесок сразу регистрируется в базу. Даже если вы этот внесок отправите заказным письмом в ужин по делам иностранцев, он уже будет как бы в системе, и его будут быстрее рассматривать. Также, если вы приходите с отпечатками пальцев, например, чтобы сдать отпечатки пальцев, то у вас уже также будет надо номер вашего внеска, и это облегчает дело. Поэтому проверяйте, пожалуйста, обязательно. Есть ли у вас такая возможность или нет. Что касается поморского воеводства, то, конечно же, у вас есть такая возможность и такую возможность я вам предоставлю. Оставлю ссылку на электронные внески, на все, без разницы, какие вы подаетесь, на сталый побыт, на часовый побыт, на гражданство Евросоюза, на резиденство Евросоюза и так далее. То есть лучше всего сейчас заполнять все эти внески онлайн, так будет меньше мороки и больше эффективности будет. Давайте не будем разговаривать уже о сталом побыте. Я знаю, что многие знают, кто может получить сталый побыт. Из основных это, если у вас есть карта поляка, вы сделали ее в своей стране, и приезжаете сюда, и можете бесплатно себе сделать сталый побыт. Если же у вас нет карты поляка, но у вас есть польские корни, тогда вы тоже можете оформить сталый побыт уже на территории Польши. Все остальные, кто может оформить еще сталый побыт, я оставлю также вам в инфобоксе. Так что переходите, читайте, не буду на этом останавливаться, а мы с вами перейдем уже к заполнению этому внеску. Я вам сейчас покажу, как заполнить внесок именно вручную. То есть если у вас нет возможности через компьютер заполнять, а потом распечатывать. Если у вас есть просто внески, то можно их заполнить также вручную. То есть это не будет незаконно. Можно как и онлайн заполнить и распечатать, так и вручную. То есть нет никакой разницы. Итак, вот так выглядит внесок для оформления на карту сталого побыта. И такой внесок нужно в Гданске заполнять в двух экземплярах. Давайте начнем заполнять. Я надеюсь, что вам будет видно, но если что, я вам буду просто говорить, где что я заполняю. Итак, в самом верху здесь есть, где мы клеим фотографию, даты и все остальное. Мы здесь вообще ничего в этой шапке не заполняем. Это все заполняет ужин. И фотографию мы тоже не клеим. Дальше. Заявление, предоставленное иностранцу, разрешение на постоянное пребывание для. И здесь мы пишем воеводство. То есть, например, для воеводы. Следующая идет перечень, как и в карте временного повода. То есть, мы пишем сначала фамилию. Помните самый важный факт, что заполнение всех документов на территории Польши происходит с синей ручкой, ни в коем случае никакой черной. И фамилия, например, Иванов. Списываем ваши данные именно как в загранпаспорте. Дальше. Назвиску по пшедням. Если у вас есть еще одна фамилия, тогда вы заполняете. Если же нет, тогда вы здесь либо ставите прочерк на всю строку, либо же пишите еще раз Иванов. Назвиску родове. Это означает фамилия до замужества. Если же вы мужчина, и вы не меняли фамилию, тогда опять еще раз либо прочерк, либо повторяете свою фамилию. Как в нашем ужинке говорилось, что лучше всего не писать слово «брак», потому что могут это приравнивать к тому, что это ваша фамилия так звучит. Далее. Если же вы женщина, то здесь пишите свою фамилию до замужества. Например, Катюк. Надеюсь, здесь никого не обижу, никаких фамилий, это все выдумано. Дальше. Ваше имя пишите. Например, Иван. Имя по пшедне, то есть если у вас еще одно есть имя, тогда его вписываете. Если у вас нету второго имени, тогда ставите либо же прочерк, либо же еще раз пишите Иван. В каждом ужинке по-разному требуют, поэтому здесь вам нужно узнавать, как в вашем ужинке. В поморском боевудстве нужно еще раз дублировать фамилии и имена, если же они у вас не поменялись. Далее. Имя папы, например, Виктор. Имя мамы, например, Лилия. Сейчас, смотрите. Назвиска родовой мамы, то есть это фамилия мамы до замужества. Например, Игнатюк. Дата рождения ваша. И помните, что в Польше пишется иногда в документах наоборот. Сначала год, например, 1989, далее месяц пишется, и далее идет дата. После этого в пункте 10 у вас спрашивается, какой ваш пол. М – это означает мужчина, К – это означает женщина. Идем дальше. Место рождения, месяца родзаня – это город, где вы родились. То есть пишите здесь, например, Киев. Страна рождения, то здесь тоже указываете Украина, например, либо же Беларусь, Россия и так далее. Национальность. В 13 пункте очень важно, чтобы вы обозначили здесь правильно. Если же у вас есть карта поляка, тогда вы пишете здесь полок. Если же у вас нету карты поляка, но есть корни, тогда вы пишете здесь национальность именно вашу, например, национальность украинец. Украинские, русские, белорусские и так далее. То есть помните, что в национальности вы указываете национальность поляк только в том случае, есть ли у вас есть карта поляка. Помните об этом и не перепутайте. Гражданство, понятное дело, здесь пишите, какого вы гражданин, какой вы страны. Семейное положение, здесь всё зависит от вашего семейного положения. Если же вы не замужний, тогда кавалер, это что касается мужчин, что касается женщин, то это панна. Если вы замужем, тогда женаты, либо манджатка. Если же вы разведены, то разведённая и разведена. Выкшталцение – это образование ваше. Тут, например, пишите «выше». Если у вас нет высшего образования, тогда пишите среднее, среднее, специальное, то есть какое у вас образование. В пункте семнадцатом заполняете завод выгонованный, то есть это профессия, которую вы сейчас на данный момент выполняете. Если вы, например, электрик, то пишите, если вы продавец, бизнесмен, я не знаю, в общем, любую специальность, здесь указываете. Например, столаж. Если же у вас нет никакой специальности, значит, вы должны написать слово «брак». Далее идёт у нас словесный портрет, то есть как вы выглядите цвет глаз. Тут рост указываете метр шестьдесят восемь, например, цвет глаз небеский, либо же зелёный, бронзовый. Помните, в каждом внёске есть всегда поучение, то есть это помощь при заполнении каких-то видов внёска, точнее, строчек. Поэтому, чтобы не запутаться, здесь вы можете обратиться в самый конец внёска и посмотреть, как пишется теле, но цвет глаз. Далее вам нужно обозначить знаки щегульная, то есть это особые приметы. Если у вас есть какие-то татуажи на лице, шрамы, то есть такие видные какие-то приметы особенные ваши, то тогда вы сюда их вписываете, например, близна и так далее. А если ничего нету, тогда просто пишите брак. Далее, номер пессель. Номер пессель, конечно же, никак не влияет на ход действия просмотрения внёска, но, конечно же, это плюс, если он у вас есть. Если же он у вас есть, тогда вы заполняете в пункте 19, если у вас его нету, тогда пишите брак, и потом, когда, например, его сделаете, то вы всегда можете отправить в ужин по делам иностранцам свой пессель, и у вас тогда он будет на карте. Ну и 20-й пункт, это ваш номер телефона. Можете писать как через плюс 4, 8 и так далее, а можете просто написать номер телефона, то есть нету разницы никакой. В пункте B заполняете все данные, касающиеся вашего паспорта. И, значит, здесь всё переписываете с вашего паспорта. Серия, если она у вас есть, то, например, в России, насколько я помню, то там идёт А, Б начинается, либо это в Беларуси так начинается, я уже не помню сильно, а в Украине тоже там две буквы, в России, вроде, две цифры, первые 77, или что-то такое, если я не ошибаюсь, я уже, честно, не сильно так помню, но неважно. В общем, здесь пишите серию, значит, FB, дальше номер, например, 767600, надеюсь, я ничей паспорт не списала, дата выдать, то есть, с какого числа, помните, что здесь сначала указывается год, например, 2005, 08, 09, и, конечно же, на сколько нам выдаётся паспорт, на 10 лет, то 2015, 08, 09, так, но это всё вы должны переписывать с вашего паспорта, а не с моего внёска, понятное дело, я надеюсь, так, орган, который вам выдал, то вы переписываете, насколько я знаю, что в Беларуси, то там Министерство of Belarus, в Украине, это 4 цифры, то есть, там, например, 65, 05, а в России, насколько я помню, то там МФС, что-то такое, в общем, ну, просто латинскими буквами сюда переписываете, и количество вписанных людей в документ, если же у вас нет, тогда пишите 0, Следующая страница. В пункте С заполняется адрес проживания на территории Польши со всеми, всеми прилегающими, то есть, воеводство, например, поморски. В пункте Т это информация по поводу, касающаяся вашей супруга, супруги. Если же вы не замужем, не женаты, тогда этот пункт просто пропускаете и его не заполняете. Если же вы в браке, тогда здесь заполняете все, что касается вашего супруга, супруги. Далее, следующий, четвертый пункт это назвископ «Обшая дня», предыдущая фамилия. Что касается мужчин, то вы еще раз переписываете пункт номер 1. Что касается женщин, то вы переписываете вашу фамилию до замужества. То есть, например, если же вы не меняли ее и она у вас такая же осталась, как в пункте номер 1, значит, указываете в пункте номер 1 еще раз точно такую же здесь фамилию. Далее, дата рождения, то есть, сначала пишите год, месяц, потом дата и снова пол. Как я вам сказала, чтобы вам было видно, М – это мужчина, К – это женщина. Далее, гражданство какой вы страны являетесь, например, Украина либо украинский. Тут, если честно, это не сильно играет роль, как вы правильно поменяете, то ли это будет просто Украина, то ли это будет украинский, потому что, скажу вам так, что в электронных внесках, которые, если вы будете заполнять электронно и потом распечатывать, то там везде пишется Украина, 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 либо Россия, 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 поэтому ничего никак не меняется. И здесь уже в пункте 8 место проживания. Если же супруг проживает у вас в вашей стране, тогда вы пишете все данные вашей страны. Если же супруг проживает на территории Польши, тогда указывайте здесь, где он проживает на территории Польши, например. Итак, мелкими шагами мы перебрались с вами уже на четвертую страницу. И, значит, здесь вы, понятное дело, в самом верху заполняли, где проживает ваш супруг. То мы переходим уже ко второй части. Это по Пуцуцу Джемса на территории РП, то есть на территории Польши. Пребывание иностранца в течение последних пяти лет на территории Польши. И здесь нужно показать периоды, а также основания. Если вы никуда не путешествовали, то вы просто пишете здесь слово «брак» и переходите к следующему пункту. Если же все-таки вы путешествовали на территории Польши, и даже если у вас однодневные поездки, то вы обязательно указываете. Сначала дату пишите например «пребывание». Например, «закупы». Вы можете писать как так в колоночку, можете как в две колонки. Например, здесь дальше писать «восемнадцатое, одиннадцатое, двадцатое, тире, двадцатое, одиннадцатое, двадцатое, туризм». Также многие всегда спрашивают, это касается больше украинцев, если же у меня два паспорта, какие сюда данные вписывать? В основном данные вам нужно вписывать те, которые вы подаете паспорт, например, биометрический, так, если же по тому паспорту, к которому вы въехали. Если же, например, так, что вы въехали по обычному паспорту, и скоро у него заканчивается срок действия, а у вас есть еще на руках биометрический, тогда я вам советую сделать два паспорта, копию двух паспортов, для того, чтобы потом в будущем не доносить новый паспорт, и чтобы не меняли данные. И здесь можете списать как с двух паспортов, так и с одного паспорта. В принципе, и так это все будет идти в запрос в Страж Граничную, если вы пару дней ошибетесь, самое главное, хотя бы основные даты, которые вы помните, здесь все указать. Далее, следующим подпунктом B, это если вы находитесь на территории Польши, то вы обозначаете, что да, последнюю дату вашего въезда, 20-20, например, 08-01, с какой целью вы сюда приехали, например, братца, либо же, если вы студент, то студия и так далее. И пункт 4 вам нужно обозначить, на основании чего вы приехали. Биометрия, виза, если же виза, то обозначаете крестиком, и потом в самом низу уже пишите, какой тип визы, например, виза D05, либо же там виза D06, виза D21 и так далее, серия ее и номер этой визы. Переходим с вами к следующей странице. Страница номер 5, дата выдачи этой визы и дата, когда она заканчивается виза, и период дней, насколько вам ее выдали. Если же это подпункт не подходит, то дальше есть еще за заваление на побыт часовой, если вы находитесь здесь, по гуманитарным причинам, если вы находитесь, по согласию на толерантное пребывание, убежище, либо же еще документы, разрешающие въезд и пребывание, выдано другим государствам, в Шенгенской зоне, и вам нужно будет здесь это указать. Но чаще всего ничего такого нет, никто ничего не указывает, поэтому всегда выбирается первых три пункта. Это самые популярные пункты, которые выбираются среди иностранцев, которые подают на сталый побыт. Пункт третий переходим. Здесь вам нужно указать последние ваши поездки в течение пяти лет в другие государства, кроме Польши. То есть, понятное дело, ваша страна это не считается как заграничные поездки, но если вы проживаете в Беларуси, ездите в Украину, тогда вам нужно здесь указать. Если же вы проживаете в Украине, ездили в Турцию, в Египет, в Америку или еще куда-то, то вам здесь нужно указать. И здесь без цели, здесь просто нужно указать государство и периоды пребывания. Например, 10.09.2020-11.09.2020-20. И здесь не нужно ничего указывать, какая была цель вашего пребывания в этих странах. Следующая страница. Мы перешли с вами уже быстренько на шестую страницу. Здесь будет вообще очень просто. Если вы не были коральны, если же вы, например, не являетесь наказаны в судебном порядке на территории Польши, если у вас нет алиментов на территории Польши, то полностью во всем внеске вы обозначаете «не». В четвертом пункте пишите «вручную не», в пятом обозначаете «крестиком не», в шестом обозначаете «крестиком». И в пункте седьмом, раньше этого пункта не было, сейчас уже его добавили, являетесь ли вы налоговым обязательством в отношении государственной казны? То есть, исполняете ли вы налоговые обязательства? То есть, работаете ли вы и платите ли вы налоги? И здесь, если так, если вы работаете, платите налоги, тогда да. Если же вы не платите налоги, то есть, вы просто проживаете здесь, у вас есть финансы на территории Польши, тогда обозначаете «здесь нет». Здесь вам нужно на странице номер 7, как и в часовом побыте, не выходя из рамочки, сделать свою подпись, например, вот так, которую вы будете постоянно везде подписывать, потому что эта подпись у вас будет на карте сталого побыта. После этого вы заполняете здесь дату подачи, обязательно нужно указать вашу фамилию, имени, и потом поставить подпись. Просто обычная подпись здесь не котируется. Ну, а мы практически уже с вами на самом конце внёска. Осталось совсем чуть-чуть уже. Последняя страничка. Последнюю страничку вам нужно обязательно указать у засаднения, то есть, мотивация заявки, почему вы подаётесь на карту временного побыта. У засаднения, пример у засаднения, я вам оставлю в инфобоксе. Понятное дело, что я надеюсь, что более тысячи заявок не будет в одном направлении написано, как я вам укажу, но я вам хотя бы оставлю пример, что здесь нужно указывать и писать. Здесь можно просто написать пару предложений от себя, не расписывать там целую петицию слёзную, писать. Поэтому я вам это оставлю в инфобоксе, заглядывайте туда, и можете потом себе переписать, либо же переделать на свой лад. После этого вам снова нужно поставить дату, когда вы подаёте, и ваша подпись. В самом конце вам нужно просто перечислить залонжники, заявление, которое вы прикладываете. Например, это... Здесь уже 1-2 заполнено, понятное дело, это вы уже всё заполнили. Далее, например, 4 фото, 3,5 на 4,5. Копия пашпорта. Там убраться, например, либо взлецени, без разницы. Если же у вас есть карта поляка, тогда копия... Если вы не работаете, но у вас есть выписка из банка, тогда копия зашведчения о широтках финансовых. Там, ну, либо по-другому, можете переписать тот документ, который из банка возьмёте. ЗУС обязательно вам нужно иметь, так, либо же там у вас там ПЗУ, например. ПЗУ. И все остальные документы, которые вы прикладываете. Девятая страница, где написаны все заявления, все каральные, там, если вы неправильно подали свои данные и так далее, то вы караетесь. И потом, после всего-всего-всего, ещё на последней страничке, номер 10, вы должны ещё раз поставить вашу дату заполнения, то есть, 2020-е, как мы там и заполняли, 8-е, 11-е, имя, фамилия, либо фамилия, имя, без разницы, и ещё раз подпись. На этом ваше заполнение заканчивается. Пункт страница 11, как раз идёт инструкция, как заполнять внёсок. И на странице 12-е вы уже ничего не делаете, здесь всё заполняет ужин по делам иностранцев, то есть, ваш инспектор. Поэтому страницу 11-12 вы не трогаете, всё остальное заполняете. Надеюсь, что видео было для вас полезное и информативное. Спасибо за то, что подписались на мой канал. Не забывайте поделиться этим видео со своими знакомыми, которые ищут, как же заполнить внёсок на сталый опыт. И ваше заполняйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!